приветствую вас у себя на кухне время обеденное я решил поделиться с вами семейным рецептом куриного супа в каждой семье его делают по-своему я вам покажу свой рецепт так для сыпы мне понадобится курица суповая это спортивная курица это та курица который не догнал петух поэтому у нее мышцы развиты очень хорошо такие куры как правило без пилинга ну не бреют они себе ноги поэтому это сделаю я делается очень просто курица уже оттаяла сначала на ее оботделом как следует бумажными салфетками чтобы она просто стала сухая да будете экономить на салфетках значит пролетите на газе северный поток 2 еще не скоро достроят так что не экономьте особо на бумаге ну и погнали наши городских всю лишнюю растительность с курицы я удалю ну вот курица готова и теперь я удаляю копчиковую железу а находится вот здесь там на хвостике ну вот она такая серенькая я бываю курицу как следует его друзья с этого момента на приготовление всего супа а вы знаете что суповая курица варится очень долго у меня уйдет примерно час двадцать час тридцать суповую курицу два лавровых листа с десяток белого перца две гвоздики буквально 7 можжевеловых ягод 2 чайные ложки соли и заливаю кипятком на кастрюлю у меня 4 литровые заливая почти под самое горлышко так накрываем крышечкой и буду готовить и это все дело в скороварке ну хотел его показать вам принцип своей скороварки точнее моей вода у меня закипела прижимаю закрываю и как только появится зеленый цвет поставлю температуру на единичку и буду варить ровно полчаса и все затем я плиту отключу я буду только ждать когда бульон немного подостынет и крышка сама собой откроется это конечно очень сильно экономит время и электроэнергию и мне не нужно стоять с ложкой и снимать пенку с моего бульона крышка у меня открылась сразу достаю курицу и процеживаю бульон через сито воспользовавшись бумажной салфеткой да еще хочу показать один момент чего всего бояться мутность то есть белок частично оседает на стенке он частично плавает на дне кастрюли и частично остался на крышке и кастрюлю в этом случае желательно сразу же промыть иначе потом белок высохнет его просто неудобно мыть ну смотрите сами ну и где тут мутный бульон есть сказочники глядите куда уж чище то так ну дам жидкости полностью пройти а вот этот куриный жир мы его естественно возвратим обратно в бульон потому что бульон должен быть насыщен но кто на диете этого не обязательно делать так ну вот в принципе тут мне уже все нравится аккуратненько вот смотрите то есть тот белок который даже он у нас остался он у нас вот здесь собран я забираю только чистый жир куриные на и чистейший ну все этого будет достаточно остатки бульона обратно в кастрюлю значит овощи я не добавлял при варке бульона скороварки потому что смысла нет вот сейчас я добавлю буквально два стебля сельдерея и лук-порей который я через 20 минут выброшу лично я таком супе желаю бы видеть только лапшу ну в моей семье любят и картофель и морковь поэтому в свой суп я ее забрасываю можно сделать домашнюю лапшу самому если у кого-то есть желание но я этого делать не буду я покупаю для такого супа лапшу вот такого плана обязательно на этикетке смотрите чтобы присутствовала в составе яйцо чтобы они вас просто не были кашей так но и теперь во избежание недоразумения смотрите я люблю чтобы структура у мяса была еще плотная поэтому я свою курицу варил полчаса скороварки если вы хотите чтобы она у вас была более мягкой прям знаете от костей отходила то увеличьте процесс варки на 10 минут вместо 30 варить и 40 этого будет достаточно картофель с морковью готовы я выбрасываю сельдерей он свою функцию выполнил лук-порей точно также забрасываю лапшу мало ли если вы готовите с домашней лапшу это лапшу лучше отварить отдельно а потом добавить суп я ее разламываю ну потому что если заброшу целиком она потом будет свисать с ложки это не совсем приятно не совсем удобно добавляю кипятка именно кипятка перемешиваю пробую на соль досаливаю и даю приготовиться лапши все суп у меня готов да имейте ввиду если у вас бульон сильно кипит с солью осторожно бросать потому что пойдет реакция бульон у вас вылетит с кастрюли добавляю укроп выключая плиту да буквально 5 минут постоять все суп готов я понимаю что некоторые из вас уже меня кавычках тайно ненавидят но что поделать услышал уже там дверь щелкнула супруга пришла видите как удачно называется перфект из тайминг и немножко перчику я люблю именно так если этот супчик пришелся вам по вкусу делитесь этим рецептом с вашими друзьями а я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч приятного аппетита